Аварийного жилья в Ярославле станет меньше. Сегодня в нашем городе побывал глава фонда реформирования ЖКХ Константин Цицын. Вместе с ним приехал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике Елена Николаева. С ними сегодня встречался мэр города Евгений Урлашов. После переговоров было заявлено, что программа расселения ветхого и аварийного жилья в Ярославле будет продолжена. Федерация на эти цели дала области 1 миллиард рублей на 3 года. А большая часть суммы 600 миллионов будет выделена Ярославле. Почти миллиард рублей будет выделен для этих целей в Ярославскую область и более 60% из них как раз идет на нужды Ярославля. Но я напомню, что это конечно требует и определенных усилий со стороны бюджетов и региональных и муниципальных, поскольку это идет на принципах софинансирования. Это сверх важная задача, потому что если мы с вами общаемся с населением, мы прекрасно понимаем, что вопрос расселения ветхого и аварийного жилья стоит как минимум в тройке. Первое это управляющие компании и капитальный ремонт второй дороги и расселение ветхого и аварийного жилья. Вот эти три вопроса самых важных. И естественно без помощи фонда реформирования ЖКХ это будет сделать очень сложно. Вот об этом мы договорились. Это приличная весьма и весьма сумма. Это раз. Следующий момент, который хотелось бы сказать, что я благодарен Елене Леонидовне Николаевой, которая является депутатом Госдумы Российской Федерации от партии «Единая Россия» за оперативность и профессиональную работу в части отстаивания города Ярославля. Продолжение следует... Продолжение следует...